Как раз-то мы не можем согласиться с волею Господней. Дух наш восстает, не можем чем-то Богу покориться, идя путем, которым Он ведет. Пусть будет только так, а не иначе, так будет лучше, Боже, для меня. Мы умоляем Господа и плачем, но почему не слышишь ты меня? На доброе прошу, а не на злое, но почему ты мне не хочешь дать? Ты посылаешь мне нечто иное, никак я не могу тебя понять. Мы спорим и доказываем Богу, что это плод могло бы принести, но у Него для нас своя дорога, Он знает Сам, кого и как вести. У Господа для каждого свой план. Как важно находиться в Его воле, чтобы всегда Его слова, идти, не прикословя и не споря. Мы часто вымолвить не можем фразу, да будет воля, Господь, Твоя. И делимся порой однообразно, благослови, дай, помоги, так хочу я. В молитве часто мы диктуем Богу свою волю, ты сделай так и так, вместо того, чтобы дать Ему дорогу, поняв, что мы пред Ним всего лишь прах. Скажи, с горшачником ли спорит глина, зачем ты сделал что-то из меня? Он наш Творец, Он делает все дивно, и воля Его благо для тебя. Давайте вспомним, как Иисус молился там гефсимании, пред тем, как распят был, как капли крови под Его катился, как Он скорбел, молился и слезы лил. Отец, прошу Тебя, если возможно, пускай минует чаша-то меня. Впрочем, во всем пусть будет воля Божья, не так, как я хочу, да будет воля лишь Твоя. Ты думаешь, Христу не было страшно, ты думаешь, не чувствовал Он боль, но в жертву Он принес Себя однажды, тем к людям проявив Свою любовь. Он знал все наперед, все те страдания, какие должен будет претерпеть. Он был такой же человек, Его сознание твердило, откажись, зачем терпеть? Он отказаться мог в одно мгновение, лишь только слово стоило сказать. Но Он пошел на крест без принуждения, Отца желая волю исполнять. Он произнес, Твоя да будет воля, не так, как я хочу, как хочешь ты. Друзья, как важно с Господом не спорить, ведь в Божьих руках находимся все мы. Как важно соглашаться с Его волей, без принуждения, без ропота, без слез, чтобы миру быть примером, светом, солью, жить так, как жил Спаситель наш Христос, чтобы воля Божья исполнялась в жизни нашей, чтобы жизнь духовная бесплодна не была, но с каждым днем, чтобы становилась краше, а украшали ее Божьи дела. Ведь в этот мир пришли мы не случайно. Каждый из нас не просто так рожден. В призвании каждого своя сокрыта тайна. И ты, Христом, не просто так спасен. Настанет день, предстанем мы пред Богом. Увидим Господа лицом к лицу. Он взглянет нам в глаза и спросит строго, скажи, исполнил волю ты мою. Чтоб не было тогда нам стыдно, больно, тебе Бог скажет, ты дела свершал, но были они друг, увы, бесплодны. Ты пришел, а я тебя не посылал. Давайте же искать Господню волю. Хоть часто непонятна нам она, но будем верить непременно вскоре. Увидим результат ее сполна. Господь, во всем Твоя пусть будет воля. Не так, как я хочу, как хочешь Ты. Я отдаю Тебе непрекословие свои желания, мысли и мечты. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok